Добрый вечер, дорогие друзья! Я начну с того, что Анатолий Эдуардович сказал, что мы продолжаем работать, и это очень хорошо. Это говорит о том, что впереди много работы, и есть предзаказы. Но сегодня я бы остановился, как всегда, на вопросах, и как вы видите, тема сегодняшнего вебинара, мобильность, подвижность и наш проект. Поговорим немного об этом, и пойдем дальше. Спасибо Алексею Дьякову, если я не ошибаюсь, он мне помогает сегодня здесь, я только собрался нажать, громче надо, да? Нажать на, а нет, Сошников, Сошников сегодня помогает, Олег и Дьяков тоже, ну кто-то из них. Спасибо обоим, запись пошла, дайте знать, что со звуком. Сейчас я посмотрю, что-то со звуком не то. Сейчас мы посмотрим. Так. Как сейчас слышно? А, есть, да? Людмила поставила много плюсиков, хорошо слышно. Все, спасибо. Будет лучше. Так, Артур, если будет громче, будет лучше. Так, почему-то да, тут сегодня немножко... Сейчас я посмотрю больше. Так, плюс, 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 минус, минус. Так, сейчас лучше слышно. Так. Давайте я еще тут чуть-чуть добавлю. Хорошо. Так. Я сейчас просто буду громче говорить. Да, спасибо, всем хорошего настроения. Каждый может и у себя сделать звук немножко погромче. Таким образом, дорогие друзья, мы продолжаем свое действие, несмотря ни на коронавирус, ни на какие другие вирусы. И вопросы, которые сегодня остановимся, или вернее, с которых начнем, были бы следующие. Вот был такой вопрос у меня в чате. Человек спрашивает, что сейчас самое важное для того, чтобы наш проект был успешным. И дальше, как бы, рассуждая сам собой, говорить, что в чем успех проекта, скорее, может быть вообще, планируется или задуман. Ну, я не стал ему говорить, что он, видать, не читал бизнес-план, но, тем не менее, просто обозначу, я отвечу очень просто на этот вопрос. Дело в том, что от чего зависит наша успешность? От заказов, от выполнения заказов, от того, что есть проделана колоссальнейшая предварительная работа. Вот те, кто посчастливилось послушать ответы на вопросы Анатолия Эдуардовича, он не просто так говорит о том, что второй, значит, до, скажем, подключения или же к ритскому транспортному коридору участие в этом обсуждении, это тоже предзаказ, он был еще до того, как начался первый этап, это в 90-е годы, это предзаказы, это очень важно. Но, важен не предзаказ, а важно то, чем он начал заканчивать ответ на вопрос, это то, что есть эксплуатационные варианты уже. Как он говорит, на стенде, на опытном участке, опытный вариант или какой-то стендовый вариант, да, он важный, на нем отрабатываются определенные режимы, но заказчику надо показать эксплуатационный вариант. Это я из вебинара, вебинара уже третий или четвертый вебинар повторяю, после того, как, значит, Юницкий отвечал на вопросы, и он тоже об этом говорит. Моя задача усилить это и показывать различные варианты. Поэтому, в чем успех проекта, скорее, в заказах. От этого зависят выгоды самого проекта, а если проекту выгодно, то выгодно и тем, кто его поддерживали, те, кто его кредитовали, те, кто являются будущими, настоящими, будущими, скажем, полноправными акционерами. Выгоды все отсюда. От его реализации, от эксплуатации. Даже не от строительства. Столько, сколько от самой эксплуатации. Но это надо все выстроить. Это надо тысячи, миллионы, то есть десятки тысяч километров. Потому что есть еще масса других предзаказов. Я помню, по 2015 году подписывали так называемые намерения о предзаказе в Скандинавии и вокруг Балтийского моря и так далее. То есть есть предзаказы, дорогие друзья, и в рамках этого работы идут скрупулезно. Только о них говорить сильно, к сожалению, сейчас нельзя. Потому что практика показала, что враг хитер и коварен, и он не дремлет. В хорошем смысле этого слова, враг. То есть соперник, который заинтересован, скажем так, в том, чтобы проект не был успешным. Про Сименс Анатолий Эдуардович очень хорошо рассказал, что у него с Маглевом получилось на подушке, на магнитной. Теперь эстонский инвестор задал вопрос на эстонском языке, я его просто трансформирую на русский, Мадис. Он задает вопрос, когда предприятие, ну он подразумевает акции, выйдет на биржу. Когда начинали вот этот процесс инвестирования, тогда на слайдах стояло 2017 год. Я так здесь поставил 2018 год, значит, потому что я так помню, что в бизнес-плане был 2018 год, поэтому 2017, скорее всего, ну ничего, бывает. Сегодня он говорит, что 2020 год, да, мы, скажем так, находимся в завершающей фазе, впереди еще работа есть. Бизнес-план, он составлялся до 2014 года, он многих дополнительных работ не предусматривал, но я не буду здесь объяснять. Дело в том, что на биржу пойдет тогда, когда будет выгодно на биржу выходить. Еще раз, не устану повторять, выход на биржу не является целью самой по себе. Это является средством, средством усиления так называемой ликвидности акций. А ликвидность акций, это значит ликвидность средств, появление средств для развития проекта дальше, для того, чтобы идти дальше. Вот, это самое главное. И поэтому я сегодня очень просто говорю, я добавляю, скажем так, к 2018-му добавляю 3 года, это 2021 год. Вот ориентир 2021 год, начало процесса выхода. Что, как сложится? Ну, что тут на кофейной гуще гадать? Вопрос сейчас даже может быть не в этом. Самое главное, понимать, что это уже близко. Владимир, показывайте пожелания, значит, побочащить цеха, где люди работают. Шаржу, конструкторские офисы, интересно, спасибо. Это, ну, человек просто самому некогда посмотреть, некогда порыться. Может быть, человек не так, не сильно дружит с интернетом. В принципе, если в интернете поработать, то можно самому очень много чего интересно найти. И даже не надо в интернете работать. Очень много есть на сайте компании, на сайте головной компании или на сайте у самого Анатолия Зарыча Веницкого. В информационных каналах. Там очень много чего есть. Это для всех и для того, кто задавал вопрос. Так, дальше. Просто информация, друзья, поступают вопросы, экофест будет или не будет в 2020 году. Есть одно простое правило. За 90 дней сообщается о проведении экофеста. Если слушать уважаемого президента Республики Беларусь, то он даже и парад в честь Победы или в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне не отменяет, но с определенными ограничениями. Я не исключаю, что экофест 2020 будет в 2020. Но следим за рекламой и будем знать когда. Я сегодня на один вопрос там ответил, что вы знаете, если в мае не будет, то тогда уже можно предполагать, что следующее, то есть если в мае будет объявление, значит в августе. Если в мае не будет, то в июне. Значит в июне, значит проведение в сентябре и так далее, и так далее. Потому что смотрите, что с инотрансом. Инотранс 2020, он четко, официально перенесен на период с 27 по 30 апреля 2020 года. Если ничего не произойдет, а все более-менее пойдет в рамках того, как сейчас идет. Далее экспо. Скорее всего вы знаете, но официально пока перенесено на 1 октября 2021 года. На 1 октября. Как сложится, ну будем надеяться, что все произойдет. Произойдет согласно сценариям. Или еще лучше. Пятого вопроса не поступило, поэтому пойдемте дальше. Теперь я еще для объявления скажу, что, значит, скорее всего вебинары через какой-то момент опять станут через неделю. Потому что нагрузка достаточно большая. Во Вьетнаме, для Вьетнама тоже проводим вебинар. И там тоже мы сделаем через неделю. Поэтому вот. Но это пока еще не точно. Потому что впереди есть интересные новости. Не у меня. А в ближайшее время будут интересные новости. Очень такие позитивные. Когда они будут, не хочу портить ваш этот самый, скажем, смак. Прочувствовать их, когда они поступят. Все в свое время. Итак, значит, сегодня мы остановимся с вами, друзья, на мобильности. Смотрите, значит, что важно. Мобильность. Вообще, что такое мобильность? Мобильность это подвижность. Или мобильность, или подвижность. Если мы смотрим, когда у нас был настольный телефон, и вдруг у нас появился мобильный телефон. Даже он мобильный был не такой. Это уже смартфон. То есть умный фон. А был мобильный телефон, когда мы носили. Я сам не носил, но коллеги тут носили такие чемоданчики, батарей. И один ходил с трубкой и так далее. Потом появились несколько другие мобильные телефоны, которые позволяли целую серию мобильных операций осуществлять с одного телефона. Сегодня это комплекс. Это умный комплекс. Как я уже, может быть, и говорил неоднократно, по крайней мере для меня это очень четко, что это больше, чем вычислилительный центр, с которого я когда-то начинал свою профессиональную деятельность инженером уже в 1974 году, прошу прощения. Ну вот. Сегодня был мобильный телефон, появился мобильный интернет. Мобильный интернет. Сначала это была только одна связь. Сейчас это целый комплекс инфраструктурных связей, которые позволяют вообще что угодно делать. Мобильный транспорт. Сегодня идет речь о мобильном. Но мобильный транспорт сегодня средняя скорость транспорта в мире от 20 до 60 километров. Кто знает скорости грузового транспорта? У грузового транспорта перевозки грузов, извиняюсь. Перевозка грузов вообще осуществляется 8-9 километров до 12 километров в час, если проследить движение от поставщика к получателю. Понимаете? Я когда-то в Европе на трассе остановился и спросил, гоню, 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 значит, средняя скорость 130-160 километров в Германии. К концу дня смотрю, у меня 85 километров в час средняя скорость. Просто вот, ну, удивляюсь. А когда я спросил у дальнобойщика, я говорю, что это такое, что это за фокус? Они говорят, это не фокус, это просто мы не учитываем, мы думаем, что мы вот носимся, а потом скорость такая. Они говорят, у нас средняя скорость 40-45 километров в час вообще, средняя скорость. Вот, в городе средняя скорость, значит, при моем движении, когда у меня нога достаточно сильно лежит на педали, это хорошо, когда у меня в конце дня смотрю на спидометр, у меня там, вернее смотрел до вот этого карантина, значит, у меня было 40 километров. Это редко, меньше 40. А обычно это тоже 20-25-30 километров. Вот. Таким образом, вот мобильный транспорт. Но впереди переход к мобильному транснету. Поэтому мобильность, если правильную рассматривать в нашем контексте, а потом вы поймете, почему я отсюда начал, с этого угла, это плюс, значит, это быстрое передвижение или способность к быстрому передвижению или перемещению с наименьшими затратами ресурсов, всех ресурсов, которые сюда помещаются, да. Вот. И плюс безопасность и отсутствие или, скажем, минимизация урона окружающей среде. Она какая-то будет, а еще лучше, когда ее не будет. Если мы говорим, в принципе, об транспорте нового поколения по струнной технологии, то это значит, что все идет к тому, что в какой-то момент нам и не нужно будет, то есть мы сами будем производить электричество в каких-то вариантах, или кто-то начнет тоже производить это, ибо это бизнес других пока, и это электричество тоже уже будет, скажем так, без урона для окружающей среды. Сегодня, к сожалению, пока это все делается с определенным уроном. Даже та же самая атомная энергия, без всяких выбросов, выхлопов и всего прочего, в конечном итоге все равно надо утилизировать отходы этой энергии. Ну и я уже не говорю там о зеленой энергии. Она все равно тоже требует, и она тоже связана с уроном для окружающей среды. Долгое время говорили, что нет, 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 вот у нас ветряки стоят, все, не будем говорить из какого материала, какие батареи делаются. Миграция птиц в Эстонии, в Эстонии много достаточно ветряков, и ученые, биологи сейчас бьют уже, скажем так, в там-тамы или в колокола, но и говорят, что, друзья, у нас на северо-западе Эстонии, на северо-востоке, извиняюсь, где миграция птиц идет с Чудского озера на Финский залив и в сторону Финляндии и Скандинавии, птицы летают, они совсем иначе начали летать, и для них это большие-большие потери и так далее. Таким образом, дорогие друзья, мобильность, вернемся к ней, передвижение в городах и между городами по общественно-транспортной системе. Но, какие сейчас процессы здесь запустились? Это снижение доли индивидуального транспорта, да, это достаточно интересное движение, но все равно руку-то везде не подставишь. Одно дело идти к этому через систему запретов, ограничений, каких-то взносов, каких-то платежей, каких-то наказаний и так далее. Другое совсем обеспечить соответствующую систему продвижения пассажиров и грузов на общественном транспорте. Но что получается сегодня? Все равно на уровне дороги этого не осуществить. Только средствами дороги. Нужны разгрузочные трассы. А где эти разгрузочные трассы? Да, метро. С одной стороны. А с другой стороны, это очень дорого, дорогие друзья. Поэтому, куда мы смотрим? Мы смотрим вверх и видим, что мы видим наш проект, мы видим наш транспорт. Поэтому, переход на умное решение Транснет. И если говорить о городе, город это внутренняя транспортная система или маленький Транснет. А большая трасса, та, о которой говорил о втором кипрском, критском, извиняюсь, транспортном коридоре Анатолий Дардыч, это уже большая, ну скажем так, это уже артерия Транснет от Лондона и через центральную Европу, через российские пространства по южной окраине, по южной или восточной окраине, значит, Российской Федерации, туда дальше, на Дальний Восток и так далее. Это уже транснациональная или Транснет. Притем, задачи мобильности какие? Задачи мобильности транспортной системы. Это от мобильного транспорта к мобильному Транснету. Вот, от мобильного транспорта к мобильному Транснету. Но вопрос-то в том, скорость еще больше. Это сейчас пока так оценивается. Наша система позволит, хотя в принципе сможет на длинных дистанциях, сможет очень близко подойти к 500 километрам. Дальше. Задачи проекта нашего. Ибо нам это самое интересное, это наши выгоды, о чем мы там выше говорили. Это выход или вывод проекта на рынок. Именно на рынок выводится эксплуатационных версий и показ серийного производства, близкого к серии. Если мы по средствам транспортным, по Юнибусам, Юникарам, Юниконту и так далее, в ближайшее время уже можем показать линейку готовых к серийному производству. К серийному производству, подготовленных, вернее, скажем так, средств, то по трассам еще впереди стоит работа. И как мы уже говорили с вами, это как минимум надо построить высокоскоростное само собой. Но в первую очередь жизненно необходимо 2,5 километра. Шикарно, если это будет и в Мариной горке удастся удлинить. И, естественно, уже работы идут в шарже. Вот, пожалуйста, задачи проекта. Теперь, какие задачи? Задачи сообщества проекта. Это наши с вами задачи, друзья. Я не устану повторять здесь, что обеспечить стабильный поток финансирования проекта. Вошли? Да. Да, кто-то скажет, ну, я вошел там это все. Каждый решает сам, дорогой друг. И тогда вопрос, что, извините, показывали там 2017-2018 выход на рынок, извиняюсь, на IPO, на биржу, а сейчас говорим о 2011, о 2021. Может быть, будем говорить о 2022, о 2023. Отсюда начинается вопрос или ответ на вопрос. Планировать свою долю. Теперь, одно дело просто финансировать проект. Ну, в общем, сказали, давайте все финансируем. Начинается с меня, конкретно с тебя, с него, с них, с каждого по отдельности. Что планировать свою долю с размером на свои возможности. То есть, надо думать, не надо из штанов выскакивать, надо смотреть, что какие возможности кошелька, какие потребности семьи. И дальше уже тогда смотреть. Но планировать это. Не думать, а как-нибудь я когда-нибудь сделаю. Это надо очень четко в квантовом пространстве тоже создавать эту модель, куда мы идем. И тогда мы придем, правильно. Придем раньше, придем с лучшими результатами. И на IPO, и STO, и так далее. Или на STO, и потом на IPO. Скорее всего, так и будет. Причем, сегодня задавался вопрос, его здесь не было, что, а что там с STO? Я, ну вот как я оцениваю, потому что мне видится, проскочила информация, что компания, значит, которая выполняет целый ряд задач по подготовке юридики, вывода компании на, компании из SVG или SVG, Skyway Global Token на STO, то есть на электронную биржу, она немножко как бы в определенной степени из-за коронавируса у нее произошли сбои. Вот. Поэтому вполне реально, что может быть какой-то. Она нашла с опережением, поэтому кто его знает, что будет 1 июля. Будет 1 июля или чуть позже, может быть. Вообще, это дело такое. Далее, значит, планировать свои действия для проекта. Я в конце каждого, каждого вебинара говорю, как просто примитивно это дело, к этому делу подходить. Ну вот, пожалуйста. Задачи мобильности транспортной системы, задачи проекта и задачи сообщества проекта, то есть наши задачи. Только так мы можем двигаться дальше, дорогие друзья. Иначе ничего не будет. И теперь, для понимания, значит, что такое, вот многое говорят об умных городах. Что такое умный город? И что такое вообще сегодня город? Мы уже об этом коротко, так, ну скажем, схематично останавливались. Но вопрос в том, что, значит, в городах на планете сегодня, сегодня, сегодня 2020 год, уже, ну, примерно столько, может быть, чуть больше, ну, округло говоря, 4 миллиарда живут в городах. Это уже больше половины населения планеты. К 2050-му, если и когда процесс пойдет так, как он идет, будет 70%, то есть 7 миллиардов. Я говорил на пару вебинаров назад, что это, может быть, все население городской планеты сосредоточится в 500-600, так называемых, значит, гипергородов, гипергородов, объединенных там, агломераций и так далее. А может быть и нет. Может быть, сюда подключится процесс, а я более чем уверен, что подключится процесс формирования, смотрите, 30 лет формирования линейных городов, и картина начнет изменяться. Но вопрос, там уже начнется вопрос теории практики. И вот сегодня, где мы есть сегодня, в 2020 году здесь, сегодня умный город, это считается, это, скажем так, классика умной энергии, это системы снабжения энергии различные, их можно по всякому, там, экономия, там, и пошли дальше. Умные транспортные решения, что сегодня под умными транспортными решениями, это так называемый обзор и возможность оперативно понимать, как, куда двигаться, где заторы, где заторов нету, на какой пояс, с какого трамвая, с какого автобуса и так далее. Умы, это более-менее уже есть. Смарт-мобилити, то есть умная логистика, это целая система. Умные данные, стандартные процедуры, то есть стандартные процедуры покупки билетов или так называемых регистраций и так далее, и так далее. Умная инфраструктура, система управления городскими процессами, это, значит, потоки зеленой волны, это так называемые перекрытия улиц или наоборот там, различные операции. Сначала одну артерию запускают, потом ее на какое-то время перекрывают, начинается другая артерия. Но это все-таки, ну скажем так, временное решение. И умная инфраструктура, она больше всего направлена на то, что как бы ограничить поток индивидуального транспорта, который сейчас путается в городе в ногах. Но вопрос-то в том, что его можно будет ограничить, но это опять-таки все фискальные методы. Другого нет. Есть, конечно, некоторые возможности просто, значит, с одной стороны стимулировать общественные решения и по шаг за шагом освобождаться от активных вмешательств индивидуального транспорта в городских, на определенных территориях. И интернет-объектов. Это сейчас в особенности все, если послушаете, вы слушаете телевидение или смотрите, повсеместно регистрирование и анализ или регистрация, правильно так сказать, анализ средств перемещений, причем перемещений грузов, средств передвижения и, естественно, нас с вами. Все четко регистрируется и будет еще больше развиваться. И это считается умным городом, дорогие друзья. Понимаете, я уже не говорю здесь, что это в так называемом там жилище, умное управление, хозяйствами, эксплуатации домов, там, сооружений и так далее. Это еще плюс сюда, еще можно. Это все можно сюда под умный город. Но нас сейчас, почему умный город интересует? Нас интересует потому, что нам важно здесь понимать. Мобильность в смысле информации, это вот здесь масса разных. Это сегодня уже, смотрите, интернет. Это 80 миллиардов устройств, объединенных по всему, ну, по всемирной сеть, объединенных сеть. В каждом доме там, смотрите, сколько и так далее, и так далее. Сколько миллиардов интернет-пользователей, я думаю, их уже больше будет к концу этого года. И так далее, и так далее. Мобильность работы обеспечивает, вот это обеспечивает мобильность. То есть, интернет и телефонная мобильность, она обеспечивает мобильность работы. Все больше людей работают за границей. Все больше людей работать могут, работать могут онлайн. То есть, сейчас это ограничения, связанные с коронавирусом, они показали. И сейчас будет целый ряд интересных, и не столько интересных, изменений в этом плане, которые могут повлиять на качество. Но, тем не менее, это мобильность. Самый важный фактор – это транспортная доступность пункта назначения. И вот здесь есть ограничения. Этого мало. И вот сюда мы добавляем мобильность перемещения пассажиров и угрозов между пунктами назначения. На втором уровне, за счет нашей, как бы, транспортной, инновационного транспорта. Обеспечение умного обслуживания всей сети услуг и действий. И вот тогда мобильность 2020, 2021, 2022. То есть, мы сюда вставляем свои 33 копейки в этот рубль, понимаете? Или свою треть, если не больше. Потому что от этого будет зависеть это, от этого будет зависеть и это. Понимаете? Очень большой степени. Теперь, некоторая информация, ранее данной информации. Смотрите. В прошлый раз я говорил, что, значит, зачем, что такое переход и вообще, значит, зачем переход к эксплуатационной и почему он осуществляется. Дело в том, что сейчас, как говорит генеральный конструктор, мы находимся ли, мы в проекте имеем пятую версию или пятый, ну да, пятую версию решений транспортной системы и технологии. Пятая версия. И одно из них, я в прошлый раз забыл показать, является еще и то, что, скажем, одно, я говорил про рельс, струнный рельс. Но важно еще понимать и то, что колесо-то тоже, и система мотор-колесо, они тоже находятся под напряжением. Те же самое, колесо бежит по рельсу 1000 вольт. А сверху вагон или сверху корпус средства передвижения, от него тоже нужно изолироваться. Кто-то скажет, ну что, мы этого разве раньше не знали? Конечно, знали, но сейчас пятая версия, понимаете? То есть, эта версия, которая раньше обеспечивалась одними средствами, сегодня уже так называемыми не опытными и не, скажем, испытательными образцами и средствами, а уже эксплуатационными. Это надо все больше и больше и более глубоко делать. И это уже тоже требует затрат. И таким образом, значит, далее... Сейчас, одну минутку, у меня тут заклинило. Ага, есть. Дальше. Переходим, дорогие друзья, с вами к дому Sky World Community и Всемирного фонда Экопланета. Вот. Я не буду повторять здесь всего. Я просто хочу обратить ваше внимание в связи с прошлым вопросом, какие выгоды от проекта, что человек там говорил, что ему 70 лет. Вот я посмотрел, что базы-то всего, интересы-то, откуда растут ноги у всего, это от того, что в фундаменте или под фундаментом, или основой, на которой вообще это все выстраивается, это не только основные принципы, законы, команда, совершенно нет. Это выгоды, которые проект или которые мы даем и обеспечим, вознаграждения, возможности, которые мы даем и дает этот проект, это потребности людей и удовлетворенности. Вот важные 4 или 5 китов, на которых стоит этот дом, его надо на этом строить. И только от этого переходя, становится понятно, почему и как выстраиваются принципы. Если этому не следовать, не будет компаний, не будет процесса, не будет обеспечения, не будет в достаточной мере обслуживания проектов, которые мы... Кто-то ввязался случайно, кто-то осмысленно, кто-то вошел и, скажем, так вот по инерции идет дальше, а кто-то очень осознанно занимается этим делом. И чтобы осознанно дальше заниматься, это принципы. Продолжим. Мы закончили на 20-м, 21-м. Уникальность это объединяющая сила. Да, каждый партнер команды знает уникальность самого проекта. Если не знает, он должен это сделать. И причем надо это уметь легко и правильно формулировать, понимаете? И просто каким-то одним словом, о, это очень хороший проект. Ну да, а дальше? А в чем уникальность проекта? Три слова всего. Понимаете? И это нас объединяет, когда мы это знаем. Когда мы не знаем, мы просто идем в фарватере других людей. И вот эта пропаганда эффективной уникальности, это как раз дорога, которой идет каждая команда и компания в целом. Идем этой дорогой, мы достигаем цели, мы даем результат. 22-й принцип. Приверженность и лояльность рождают страсть. Ну, друзья, конечно, если мы с вами не привержены, если команда, играющая в футбол, не привержена и не нацелена на то, чтобы выиграть, забить голы сколько надо, то какой страсти? Нет лояльности друг к другу в этой команде, не будет страсти. Нет лояльности к задаче, которая поставлена, не будет страсти. Не будет страсти, не будет результата. По-разному можно к этому все подходить. Умение понимать сущности, типы людей. Очень важно. Те, кто проходили в прошлом году, в особенности, конец 2018-2019 год, командное обучение, умение понимать сущности, типы людей. Это очень важно. С кем ты беседуешь? Что, какой человек перед... Одному надо убеждение или передать информацию именно как человеку творческому. Другой технарь, ему надо по-технарски передать. Вот, например, мне доходит, до меня, если мне кто-то передает и показывает на схеме, я очень быстро врубаюсь. Если долго говорит, я всегда прошу, давай четко разрисуем по квадратикам, посмотрим по ящикам. Понимаете? Так и здесь. Если этого нет, если это не понимать, не понимать, какая природа, человек сам по себе активный, там, может быть, он... Там много разных критерий есть. То есть умение понимать сущности, типы людей. Это очень важно. Завтра рождается здесь и сейчас. Единственный момент времени, дорогие друзья, нету, там, вот, мы будем говорить, или можно говорить, что вот через год, там, завтра, или там, через два месяца, завтра будет 1 июля, или там, какое-то там июля, мы будем уже на СТО. Если мы сегодня не будем на это работать, то эта дата будет где-то в другом месте. То есть все, что будет, или все, что происходит, оно происходит и здесь, и сейчас. И это надо понимать. В моменте сейчас есть пространство для создания желаемого будущего. Если ты сейчас это не сделал, ты можешь в какой-то момент, ох, вот, хотел я там, я не знаю, быть акционером, иметь в портфеле миллион акций, например. Ну, например. Ну и хоти. Понимаете? Для этого надо что-то сделать. Желаемое будущее, оно здесь. Если ты сейчас пожелал, то сейчас и начинай что-то делать. Безотлагательно, вот видите, здесь и написано, безотлагательно действуем в настоящий моменте. В настоящий момент. И последнее, дорогие друзья, действуй на выигрыш и намеченный результат. Это вытекает из всего, из этого, но тем не менее. Усиливай, поддерживай друг друга. Если я смотрю, как другие идут и не оказываю своей поддержки по мере возможности, кто-то говорит, что, ну, вы масло там показывали, ты масло показал, что там вот и кошелек, создавай средства по мере возможности. Я не устану повторять, не только в кошельке дело. Передай информацию, дорогой друг, передай информацию человеку. Появится у тебя и в кошельке что-то, в твоем личном кабинете или еще где-то. Средства появляются, когда ты действуешь, действуешь на выигрыш, на намеченный результат. Нет результата намеченного, не будет результата, друзья, дорогие мои, давайте это понимать. Поэтому я вам желаю больших результатов, правильных решений. И поздравляю всех с наступающим праздником Великой Победы, 75-летием. Это колоссальная веха в истории государства, народов и всего человечества. Как бы его там ни прокутили, как ни выворачивали, факт есть факт. Поэтому всем доброго здоровья, всем успехов, любите своих близких, относитесь с любовью и светом к окружающему миру, будьте результативными, будьте активными. И мы построим, мы сделаем наш проект. Строй сковей, спасай планету. Успехов, берегите себя, берегите близких. Всего доброго, дорогие. Строй сковей, спасай планету.